Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Невозможно отработать инвестпроект на таких высоких ставках, а удорожание ипотеки, в свою очередь, приведет к замедлению строительной отрасли, отмечает Семеохин. Председатель правления ЗАО Первый Дортрансбанк Владимир Скобелкин уточняет, что при средней рентабельности бизнеса по стране в 7,7% ставка в 20% не отобьется. Банкеры и бизнесмены ждут снижения ключевой ставки, предположительно, в марте. Без этого не будет никаких инвестиций. Все предприятия будут работать на уровне поддержания текущего баланса, говорит Скобелкин. Программа Экономика. Льготники обходятся региону в 5 миллиардов рублей. Это примерно восьмая часть расходов бюджета. По словам зампреда областного правительства Дмитрия Матвеева, льготных категорий около 100, больше, чем в других субъектах федерации. Получают различные виды поддержки из бюджета почти 50% жителей области. Если мы начинаем спрашивать у наших льготников, довольны ли они размером представленных выплат, естественно, никто не доволен. Потому что у нас их 680 тысяч, на всех мы, получается, несколько размазываем. При этом все наши выплаты абсолютно не учитывают ни нуждаемость, ни адресность. Считаем, что наиболее правильный подход льготы мы должны представлять именно тем, кто в них в большей степени нуждается. Такой подход власти уже применили при предоставлении льгот на проезд. Чтобы их получить, льготникам придется доказать, что их доходы не превышают полутора прожиточных минимумов. Сейчас обсуждается пересмотр поддержки молодых семей с ипотекой. Эхономика на 101 АФМ. Три инвест-проекта предлагают исключить из числа приоритетных. Контрольно-счетная палата Кировской области признала их неэффективными по итогам проверки проектов в лесной сфере, которые были запущены в 2012-2013 годах. В общей сложности это 9 проектов. Они принесли 8 миллиардов рублей инвестиций. С каждого кубометра в 2013 бюджет получил 135 рублей в полтора раза больше, чем от других предприятий лесной сферы. Три проекта признаны неэффективными. Ими занимаются Севердомстрой, Шабалинский деревообрабатывающий завод, лесохозяйственная управляющая компания. Обязательства по этим проектам выполняются не в полном объеме, отставание в сроках реализации превышает два года. Заявки на исключение проектов из перечня приоритетных уже направлены в Минпромторг. В случае положительного решения компании должны будут доплатить более 50 миллионов рублей за пользование лесными участками. О курсах валют на сегодня, 20 января, доллар подешевел на 20 копеек и стоит 64 рубля 97 копеек. Евро сбавил 69 копеек до 75,17. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.